Девушки отдыхают Кроме того, по итогам минувшего сезона у юниорского торпеда игроков до 18 лет серебро, а у команд 2008, 2010 и 2012 годов рождения бронза. Вместе с 2012-ми поздравили и их первого наставника Владимира Ананьевича Карасева. Заслуженный тренер России и на заслуженном отдыхе заслуживает аплодисментов. В общем, что не возраст, то медали и поздравления от руководства и доблестных ветеранов торпеда. Есть у нас старшие товарищи, молодежная команда и школа. Конечно, мы очень радуемся и рады успехам нашей первой команды. Полные трибуны свидетельствуют тому, что команда демонстрирует шикарный хоккей. Наши ребята, пускники совсем недавние уже выступают в команде. Молодежка фантастическая просто, то, что творилось на трибунах. Конечно, у нас стоит задача, как можно больше, чтобы наших ребят заходило в систему. И у ребят этот огонь есть. Они понимают, что через год, два-три можно уже выступать за основную команду, за младежную команду. Поэтому импульс, то, что придает нам команда основной, это, конечно, большой. Традиционному награждению лучших игроков в каждой возрастной категории в этот раз предшествовала номинация «Прорыв года». Этот приз достался защитнику Антону Силаеву. Воспитанник с Дюшор Торпедо, которому 17 лет, исполнилось только в апреле, отыграл 8 матчей за юношескую сборную России и 58 за Нижегородскую Чайку, в составе которой стал чемпионом молодежной хоккейной лиги. Что же касается лучших по своему возрасту, лауреатами сезона стали Лев Сальников, Степан Горнов, Марат Сабитов, Сергей Скворцов, Максим Скулябин, Богдан Канищев, Кирилл Пашивалов, Ростислав Соловьев и Даниил Недбаева. Были в каждой возрастной группе и номинации от Федерации хоккея России. В юниорской команде обладателем приза стал защитник Михаил Ипатов, в торпеды 2008 вратарь Марат Сабитов, у девятых лауреатов сразу двое, бомбардир Сергей Скворцов и галкибер Артем Бурков. В торпеды 2010 и 2012 статуэтки достались нападающим Артемию Кулакову и Матвею Батухтину соответственно. Александра Федотова из торпеды 2011 отметили за бомбардирские качества. Когда очередь дошла до специальных призов от друзей и партнеров с Дюшор Торпеда, у двух игроков состоялся своеобразный хет-трик. Сергей Скворцов из торпеды 2009 был признан лучшим бомбардиром школы, а Марат Сабитов из торпеды 2008 лучшим вратарем. Специальный приз «Стабильность сезона» достался Артему Буркову вратарю 2009. Приз учебы и спорт, учрежденный Мининским университетом, оказался в руках у нападающего торпеды 2011 Ивана Симашова. А два приза «Полезный игрок» от Нижегородского кадетского корпуса достались защитникам Артему Путюнину из торпеды 2009 и Антону Силаеву, чемпиону МХЛ в составе «Чайки». Глядя на вас, дети, на вас, родители, я скажу, что именно глядя на тот персонал, который здесь поздравляли, выделяли, я скажу, что это большая, огромная семья, семья хоккейная, семья торпеда. Поздравляю вас с вашими достижениями в будущих победах. И для того, чтобы стать успешным человеком, нужно же, конечно, обладать такими качествами, как настойчивость, твердость, смелость, решительность. И все эти качества у вас есть. Самое главное, чтобы вы эти качества не растеряли, чтобы вы их несли и только приумножали. Очень приятно, что вы учитесь, занимаетесь спортом, и отдача у вас идет, судя по медалям и по результатам учебы, потому что у вас даже дневники начали проверять в полном объеме. И вот самый волнующий момент. Очередной выпуск с «Дюшор торпеда». В этот раз свидетельство об окончании хоккейной школы вручали игрокам 2006 года рождения. А уже потом они сами готовы были передать эстафету мальчишкам из торпеды 2014. Но сначала, как положено. Клятва юного игрока. В этот момент зал слушает, затаив дыхание. Посвящая себя служению хоккейному клубу «Торпеда», торжественно клянусь соблюдать все правила хоккея. Клянусь! Клянусь непримиримо бороться с соперником. Клянусь безугодизненно выполнять указания тренера. Клянусь постоянно совершенствовать свое мастерство. Клянусь стремиться к высокому званию чемпиона. Клянусь забивать шарбы только в ворота противника. Клянусь жить по принципу один за всех и все за одного. Клянусь защищать всем сердцем интересы хоккейного клуба «Торпеда». Стать достойной смены команды «Торпеда». Клянусь! И, наконец, трогательные эстафеты поколений. Вручение игровых клюшек выпускниками, малышам. И у тех, и у других, да и у всех учеников с «Дишор Торпеда» впереди интересные перспективы. И за них право стоит побороться. Вы знаете, что помимо успешного сезона уже идет полным ходом строительство новой ледовой арены. И уже, да, пожалуй, это большое аплодисменты. Я думаю, уже здесь сидят будущие звезды. Это кто-то из вас, ребята. Это кто-то из ваших детей, уважаемые родители. Это кто-то из ваших подопечных, уважаемые тренеры. Поэтому всем нам нужно очень хорошенько постараться, чтобы «Торпеда» была на новом уровне, на новой арене. Мы к этому с вами все и идем. И идем действительно правильным путем. Школа – это наше будущее. Это где у нас растут, развиваются. И в конечном итоге ребята, выпускники появляются в молодежных и в первых командах. Поэтому это всегда очень волнительный такой момент закрытия сезона именно детской хоккейной школы. Потому что мы понимаем, что вот и еще один выпускной год, который уже шагнет в большой хоккей. Но, с другой стороны, нам очень приятно. Нам очень приятно, что дети развиваются, что наши хоккеисты растут, совершенствуются в мастерстве. Ну и что хотелось бы пожелать им только удачи. Удачи и в жизни, удачи и в спорте.